В начале сентября произошло знаменательное событие для нашего жанра. Прошел фестиваль юмора в Сочи. Все очень хорошо выступали, но особый успех выпал на долю двух бабулек. Ну просто сумасшедший успех у них был. И я подумал, а что мы-то, рыжие что ли? Пусть они у нас в Измайловском парке не хуже выступят. Новые русские бабки! Дорогие товарищи, сегодня на этой сцене для вас выступают народные артистки регионов России, Матрёна Мегматулина и Кландия Яточин. Рыжая старушка снова опутала, Снова я как дура стою одна. Вот куда пропала, только что стояла, Пальцем ковыряла в носу она. И вот как постоянно эта клавь дивана Чё-нибудь забудет надеть и снять. То порвались колботы, то напали в готы. То кольцем-то с дерева надо снять, Вот срочно снять. Прямо сейчас вот снять. Ну чё опять? Всем приветик, братцы, незачем пугаться. Просто опоздала минут на пять. Просто за кулисой кто-то симпатичный У меня хотел телефончик взять. Я дала ему номер, он на шутке помер. Деле откачала и сразу к вам. В общем, здравствуйте, люди! Сейчас нормально будет. Выпадим мы с жизни минут на сто. А рифмы где? А рифмы нет. Да-да-да, с рифмы беда, Но для песни весёлой всё ерунда. Мы приехали к вам издалёка, Нигде стихов не пишет никто и не бог. Да-да-да. Да-да-да. Светочки, как в караоке. Да, товарищи, как в караоке. Вот это дадакош. Товарищи, мы с ней часто в последнее время ходим. Вернее, я её вожу. В караоке вожу, в театр вожу, В кукольные покатки, в кино вожу. Везде ходим? Да, народ куда только не ходит. Все, как говорится, хотят хлеба и зрелищи. Ой, про хлеб ты молодец, напомнила. Удачно я сейчас расскажу обязательно. Товарищи недавно тащат меня на балет. Лебединое озеро называться. Пустый добище, балет знал я. Разве пошла бы с тобой? Почему с тобой? С тому, не прикидывайся. Ты о чём? Вот о чём. Да ладно ещё. Нет, не ладно, ты зачем на сцену хлеб-то кидать на чана? Лебедей хотела подкормить. Зачем? Больно они худые, блядь. Комфири до кости по сцене еле идут. Хромают. И все в белых тапочках, прикидываясь. Это пуанты, чё кто-то я. Я и говорю, идут вам все на этих на понтах. Да на пуантах ещё раз говорю. Поцелуй меня в пачку. Что ты сказать? Насчёт поцеловать в пачку не знаю, но в табло двинуть могу. Ясно тебе. А чё тебя ведёшь-то, как это, кстати? А ты как та, да? Я-то забыла спросить. А это зачем? Это когда мужики-то балеруны на сцену вышли, ты армейский бинокль достала. Ты чё там разглядеть-то хочешь? Может, я хотела понять. Чего понять? Кто вожак стаи? И кто же вожак? Ну, понятно, кто. Кто хуже всех танцевал? Чё? Кому больше всего мешали эти как-то? Тихо, тихо. Пуант. Товарищ не смотрела на сцену и думала, не на тот, не на тот пруд лебедей. Ну, естественно. Я бы с этим лебедем пару гадких утят настрогала бы. Ну, кто б сомневался. Ты уж точно настрогала. Ты чё, правда стругать тут собралась? Глава, ты чё позоришься, царевна курица? Это зачем ты делаешь вот эти дюшки? Ты думаешь, это красиво, что ли? Хватит костями, ты греймей, цуковой набор впадет. Ничего не понимаешь, это танец. Танец, умирающий от любви лебедейки. Да умри ты уже. Ты чё, сдурела, что ли, а? Прям в копчик. Слушай-ка, люди-то не для того пришли, чтобы смотреть, как ты тут извивасся. Тоже мне Волочкова сушёный вариант. Не пойду, словом, больше на больнее. А в кино пойдёшь? В кино не пойду, там секса много больше, чем на экране. И ты тоже чокнутая. Товарищи, ещё один вопиющий случай расскажу. Недавно, айда, говорит, сегодня в кино, на фильмы ужасов. Как уж он называется? Мёртвые мертвецы. И главное дело, свет тушили, и уже заставка началась. Колумбия Пикчерс представляет. Фильм Джона Джей Джей Младшего. Цветок, убийца, часть, но рая, ужас в кинотеатре. И тут эта цветочка зашла в зал и пошла перед экраном с двумя вёдрами попкорна сладкого. И так делал. Свет включили, все подумали, фильм мультик уже начался. Причём в 3D, не плоские тебе. Я в темноте заблудилась. А сейчас, говорит, заблудилась, представляешь, только сидите, правда, ходите, реально и пошла. И ножку подволакивает, похоже. Ты, глядя, что показывать начала. Ну, хватит, да. Хватит! Хватит, это надпись на китайском роддоме. Хватит. Ты всё врёшь, ведь всё не так было. Конечно, не так было, ещё страшней. И главное, ладно бы просто прошла. Нет, она попёрла через ряды, лезет и орёт, матеря. А изо рта зубы вывалят туда. Ты чё, правда, дура чокнута, что ли? Это попкорн. Серьезно, тебе её уедать сразу, паник началась. Зато мы кино одни смотрели. И никто над духом не чавкал. Тебе никто. Чё в куны? А ты мне так попкорном своим чавкала, ещё поплёвала. Хоть пухает, подумай, чё она плюёт. Ты чё плевал-то? Это чё, семечки, что ли? Там нет кожурков, всё, едят в нём. Я метко плюю. Пар раз даже стукнуть хотелось. А чё не стукнуло? Жалко, тебе и так природа тут дохнула. Чё модный был в системе. Всё включено. Ланд-клюзив. Чё ты ворчишь, а? Ну чё ты ворчишь-то? Ворчит, ворчит. Уди, сказала. Бабы всегда ворчат, когда у них мужика-то нет. Я в поиске. Женщина, я вам так подскажу, сейчас хорошего мужчину можно на попсовых концертах встретить. Вот поэтому женщина туда косяками и прут. Сама виновата, не убежайся потом, в прошлую субботу. Айда, говорит, сходим на концерт. Я говорю, на кого? Ну, айда, придёшь, увидишь, приходим. Настаса Михайлова. И чего? Я женщина за 40. Здравствуйте. Бери, не хочу. Не надо. Я разведёнка, я люблю Стасика. Привет, Стасик. Приличный человек. Пел песню, никого не трогал, пока не указался в опасной близости. Это ж занутая фанатка. Прыг к нему на шее и повисла, как паночка. А Стас Михайлов поёт. Отпусти, отпусти, слышь, старуха. Не кусай, не кусай меня в ухо. Ты с груди моей зачем рванул шерстиклок. Не кричи, не кричи громко, Стасик. Ты меня забери хоть на часик. Вот и будет у старушки клёвый мужичок. Качок! Ты, товарищи, перед певцом неудобно. Полиция вывела с ОМОНом. Это вот ладно, наручники не надели. Брыкалась, как овца. А ты знаешь, сколько билеты стоят? Ага. Как за такие деньги до шерсти клок не вырвать? Кто молодец? Я молодец. А-а-а. Стасик. Насморк прошёл. Это чё за вещь такая, а? Это мне повезло. Это я на сувенир. Продай. Чего продай тебе? Вещь решится. Тебя денег не хватит. Хватит. Сколько тебе стоят? Иди в банк сходи. Чё? Ещё раз кредит возьми. Подкалываешь? Ты за билет-то выплатила? Выплатил. Ты позор взрослой женщины. Я шоколадный зайчик. Иди отсюда. Ты на себя погляди. Чего? Да ничего. Нет, чего? Да не буду я молчать. Ну-ка. Товарищи, пошли мы как-то с ней в театр кошек под управлением Куклачёва. Я тебя просила никому эту историю не рассказать. А зачем ты представление сорвала? Ничего я не срывала. Срывала. Сначала юбку сорвала, потом представление. Не виноватый я, он сам лопнул. Товарищи, у меня знаете, чё случилось? Это вообще ужас. Пузырёк с валерьянкой в кармане лопнул и по ногам потекал. Кто тебя чокнутый надоумил-то в кошачий театр? Валерьянку прилип. Я всегда с тобой ношу тебя жут. Не верю, я её пью. Он разбился в левый носочек, протёк и воняет. А эти бросились, их 200 штук уже было. По программе. Товарищи, артисты театра Куклачёва, как учуяли валерьянку-то, набросились на Матрёну и давай её всё облизывать. Эта чокнутая запрыгнула на заноз. Тут нету, там заноз была. Она запрыгнула и полезла наверх. Кошаки за ней лезут, орут. Матрёна, как и тапком отбивается, орёт. Зрители орут. Куклачёв выбежал, орёт. Господи! Это он ей под юбку заглядывал. Глянув сверху, матушки. Глянув снизу, батюшки. Еле котов от неё тащили. Мать, знаешь, что подумала сейчас? А вот ежели коту приклеить на лапу наждачную бумагу... Зачем? Он ведь будет тогда не только умываться, но и бриться. Да не расстраивайся ты. Я, знаешь, что придумала? Мы с тобой в следующий раз на футбол пойдём. Зачем? Так ты в кармане бутылку водки раздави. Зачем? Чтоб мужики на тебя так же набросить. Бессовестно. Блядишь и счастье своё найдёшь. Ты глупая женщина, не мужика счастья. А в чём? В том, чтоб тебе комфортно было ходить куда хочешь, дел чё хочешь. Одним словом, чтоб тебе просто было хорошо. А когда мне хорошо? Когда зрители над тобой смеются и мне хлопают. Развлечений раз так немного, выбор есть и слава богу. Цирк, театр, кино, музеи и балет. Если вы собрались, братцы, отдохнуть и посмеяться, приходите к двум подружкам на концерт. Мы для вас сыграем и споём, и даже спляшем. Бросите от смеха пару лишних килограмм. Здесь для грусти нет причины. Эй, красивые мужчины, подходите, я вам всем автограф дам. Ты добишься. Иди, иди, суров. Выступать мы обожаем. И сегодня вам желаем, чтоб у вас от смеха лопнул ваш пупак. Продолжение следует...